Полина Луговцова. Дорога к Потаённому озеру. Пролог. Есть в сибирском краю место, обросшее разными легендами. На весь мир известен феномен пяти озёр, четыре из которых настоящие, а одно вымышленное, Потаённым называется. Никто не знает, откуда пошла о нём молва. Ведь если нет его на карте, и никто его не видел никогда, почему же так упорно продолжают его искать отчаянные исследователи, журналисты, искатели приключений и ловцы счастья, стекающиеся в сибирскую глубинку со всего мира? Преодолевают непроходимое бездорожье, проводят месяцы и годы в местах, лишённых элементарных удобств цивилизации, к которым привыкли, тратят приличные суммы на экспедиции, и, несмотря на всё это, никто его так и не нашёл. Правда, ходят слухи среди местных, что есть счастливчики, кому удалось то озеро увидеть, да только не спешат они почему-то об этом открыто заявлять, лишь поделятся радостной новостью с близкими. А новость-то и летит себе дальше, от одного дома к другому, из города в город, из страны в страну, за моря и океаны. И всё едут и едут искатели в надежде прикоснуться к чуду, хоть одним глазком на него посмотреть, а может и окунуться в целебные воды, от всех хворей спасающие, успокоения тревожным душам дарующие, тайну смысла жизни открывающие, ищут озеро потаённое. С горящим взглядом и трепетом в сердце плутают в чащах дремучих, вязнут в трясине болотной, и гнус таёжный им нипочём, и края суровые их не пугают. Там, обернувшись зоркою совой, витает над чищобой дух лесной. Из глубины седых веков, за годом год, озёрный край бессменно стережёт. Застыл в ночи безмолвный синий лес, сокрыл ветвями чудо из чудес, от зора нехорошего храня. «Открой же тайну мне! Впусти меня!» Как всё начиналось. Всю свою сознательную жизнь, начиная с первых осмысленных воспоминаний детского возраста, Гарик мечтал разбогатеть. Желание, сформировавшееся ещё в далёком детстве, росло и крепло в нём с каждым годом, превращаясь в наваждение. Впервые осознание того, что не всегда можно получить то, что есть у других, обрушилось на него в трёхлетнем возрасте, когда он гулял с мамой в парке. Они шли мимо проката детских педальных автомобилей. Сверкающие свежей краской и хромом миниатюрные копии настоящих «Волк» и «Москвичей» выстроились в ряд. Круглые фары призывно подмигивали, отсвечивая на солнце. Все они были без крыш. Позже Гарик узнал, что такие модели называют кабриолетами. Он замер на мгновение, выпустив мамину руку. Она остановилась рядом. Прочитала какие-то знаки на плакате, висевшем сверху на козырьке павильона. Сказала «дорого» и потянула его дальше. Он бы и ушёл послушно. Да только в этот момент в один из автомобилей усадили карапуза, примерно такого же возраста, как и Гарик. Мужчина, наверное, его отец, протянул хозяину проката грязноватую бумажку в жёлтых разводах. Как позже выяснилось, это были деньги. И мальчуган с важным видом выехал на круглую площадь. Механические педали издавали скрежет железа, резанувший слух из сердца Гаррика. Но не из-за неприятного звучания, а от того, что сам он не мог надавить на них, управляя таким же прекрасным автомобилем. Потому что у его мамы не было этих проклятых денег. С того момента эта проблема постоянно отравляла ему жизнь. Гарик рос без отца. Мать работала на заводе. И её единственного дохода едва хватало им двоим на самое необходимое. Иногда и не хватало. Однажды Гарику пришлось всю зиму проходить в ботинках с дырой в подошве. На новые не было денег. Мама подкладывала войлочные стельки потолще. Он с завистью смотрел на одноклассников, родители которых могли позволить наряжать своих отпрысков в дорогущие импортные вещи. Только одни финские макосины на натуральном меху, его друга, стоили вдвое больше зарплаты матери Гарика. А когда наступила долгожданная весна, и Гарик переобулся в выленившие кеды, друг пришёл в школу в фирменных кроссовках Adidas, и девочка, на которую Гарик тайком посматривал с трепетом в сердце, улыбалась другу, а не ему. Друг, конечно же, был ни в чём не виноват. Гарик это понимал. Виноваты во всех его бедах были деньги, точнее, их отсутствие. И чем старше он становился, тем сильнее это обстоятельство ранило его, делая всё более угрюмым и замкнутым. Удручало то, что будущие перспективы не сулили ему обеспеченной жизни даже во взрослом возрасте. И хотя в то дикое перестроечное время учёба в вузах всё ещё была в основном бесплатной, он не мог позволить себе высшее образование. Мать и так перебивалась от зарплаты до зарплаты, и Гарик считал, что ему пора зарабатывать свою копейку. Поэтому сразу после школы устроился, куда взяли, на почту, почтальонам. С синей сумкой через плечо, весившей, казалось, тонну после беготни по лестницам многоэтажек, он обходил квартал за кварталом, раскладывая письма и газеты в почтовые ящики. Иногда приходилось звонить в дверь, чтобы передать телеграмму под роспись. Однажды открыла девушка его возраста, лет семнадцати. Гарик запомнил её на всю жизнь. Первую девушку трудно забыть. Он даже какое-то время думал, что любит её, пока однажды знакомые ему не сообщили о её неразборчивости в связях. Гарик, конечно, не поверил. Парни в его окружении часто болтали о девчонках такое, что ясно было. Всё это выдумки и неудовлетворённые фантазии. В этот раз он насторожился, решил понаблюдать за ней. Устроившись однажды в её подъезде этажом выше и прикрывшись от соседей газетой, он простоял так весь день и увидел много интересного. Насчитал пять гостей, приходивших и уходивших один за другим, как по расписанию. С шестым она вышла вместе, он увёз её куда-то в новенькой десятке. Когда автомобиль выруливался двора, солнце сверкнуло в его фарах, в точности, как тогда в парке, у игрушечных машинок в прокате. И снова предательски ёкнуло сердце. Такую машину он не сможет себе позволить. Наверное, никогда. Больше он к той девушке не ходил. Она несколько раз звонила, рыдала в трубку, умоляла, и он обещал зайти. Но не зашёл. Гарик не знал, брала ли она с тех парней деньги, продавала ли им себя, или ей просто нравилась такая жизнь. И всё-таки ему было бы легче, если бы продавала. Тогда вроде как получалось, что с ним у неё было по любви. Может быть, она нуждалась в деньгах ещё сильнее Гарика, кто знает. О своей жизни они друг другу не рассказывали. Но смириться с таким её способом заработка он не мог. Не мог оправдать такое низкое падение даже ради крайней нужды. И как бы сильно не жгло его желание разбогатеть, Гарик был уверен, что никогда не опустится до воровства или грабежа. Это было ниже его достоинства. Это было самое начало лихих девяностых. На людей обрушилась свобода, которую они прежде не знали. Вместе с ней пришла нужда. Заводы закрывались, а те немногие, которые продолжали работать, перестали выплачивать зарплату. Было совершенно непонятно, как выжить. Во время этого хаоса Гарика забрали в армию. От многочасовых маршировок и пробежек в кирзовых сапогах ноги у него начали распухать и болеть. И однажды он просто не влез в сапоги. Армейский хирург обнаружил у него третью степень плоскостопия, осложненную артрозом. Начмет удивился, как это с таким диагнозом Гарик очутился на службе и комиссовал его, списал в запас, то есть. А сам Гарик и не подозревал о том, что с ногами у него такая беда. Они раньше никогда у него не болели. На медкомиссии в призывном пункте врачи лишь спрашивали, есть жалобы, и, не дожидаясь ответа, ставили отметку здоров. Гарик вернулся домой, отслужив всего полгода. В стране к тому моменту царили голод, разруха и расцвет криминала. На работу нигде не брали, а если и брали, то зарплату задерживали на неопределенное время, то есть не платили. Матери выдали однажды вместо денег коробку передач от автомобиля «Москвич», и они вместе везли ее, чтобы продать, куда-то на другой край города, где пожилой автовладелец в очках долго ее осматривал и, наконец, выдал какие-то деньги, на которые мать купила Гарику новые туфли. Общество начало расслаиваться на богатых и бедных, и пропасть между слоями росла с бешеной скоростью. Воцарились законы животного мира. Сильные поедали слабых. Тем, кто не успел найти свое место среди хищников, достался у дел жертвы. Появлялись фирмы-однодневки, собирающие деньги под различными предлогами и исчезающие бесследно. Секты, обещающие радость бытия и жизнь вечную за десятину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!